Взм-122ТМ Взм-122ТМ Заходит где-то на семерочку из десяти Ну просто красивее, чем какие-то другие Но далеко не самый лучший Есть еще открытое все оборудование На восьмом уровне, как ни крути Какой-то серебрянде это стоит Каждое открытие одного слота оборудования Вам обойдется в 250 серый Я имею ввиду в тысячах безусловно Ну и соответственно можете дальше на калькуляторе Умножить, чего вам обойдется 9 слотов оборудки себе открыть Если я не ошибаюсь, их там именно 9 Что касается слота в ангаре То понятное дело он всегда идет в комплекте Чтобы машина встала, если вдруг у вас Нет места в ангаре Что касается набора Здесь я серьезно не совсем понимаю Чем руководствуются периодически Разработчики, которые выставляют На продажу наборы Зачем выставлять в набор Две китайских машины Одного уровня, одного класса техники С одинаковым типом орудия И то и другое цикличное орудие По большому счету гораздо интереснее Мне кажется игрокам было бы Покупать себе набором машины Либо разных наций Либо разного типа Допустим там ПТшку и ТТшку Или там средний и легкий Или средний и тяжелый Ну уж точно не две практически одинаковых машины Они даже в принципе в сравнительной таблице Рядом ложатся Поэтому в чем смысл было Пихать две машины одновременно Китайских одного типа Я не совсем понимаю Пишите свои комментарии По поводу данного вопроса Что касается наборчика Да, если вы покупаете набором Две машины То тогда получается Если за 8500 вы берете эту То эту вы покупаете Не за 5, а за 4 Какая-никакая вроде бы экономия Плюс к тому Здесь есть по 15 штук Х5 на каждую из данных машин Но опять-таки под вопросом Насколько сильно они помогут вам Прокачать ваш элитный опыт экипажа И добавят вам в ваши копилки В любом случае Х5 лучше чем Х3 Поэтому в целом Существенно будет приумножать Остается только под знаком вопроса А что приумножать Это мы с вами узнаем По результатам боя На ВЗшке Которую выкатим обязательно из ангара Здесь тоже есть Открытые слоты оборудования Здесь есть Не анимированный аватарчик И есть еще Камо на 59 Паттон В ближайшее время Кстати обзор на данную машину Выйдет на канале Поэтому подписываемся на каналчик Обязательно нажимаем на колокольчик Чтобы не пропустить новые видосы Вот такое вот предложение Не голая машина Но по большому счету И не сильно-то она и одета Я добавил на нее оборудование Амуницию Посмотрел плюс-минус На технические характеристики И попытался взвесить На что необходимо делать ставку Ставку сделал я На уменьшение времени сведения Потому что здесь Изначальная цифра была безбожная Стало 3,6 По заявленным характеристикам Вроде бы неплохо Выкатим из боя В смысле из ангара в бой Ну и соответственно там посмотрим Разброс на 100 метров В целом приемлемый Не конечно красота Но вроде бы должно быть нормально Опять-таки заценим ДПМ 2000 Не блещет Но и не мало В районе того же ДПМ Имеет та же самая прога Но там система дозарядки И совсем другая Стилистика игры Что касается Времени перезарядки То оно продолжает Быть очень большим Грубо говоря 12 секунд С учетом того что у меня Оборудка стоит на досылатель И амуниция Да при этом я имею 400 единиц альфы Но это извините не химера Которая может перезаряжаться В такое количество времени И иметь альфу чуть больше Даже чем здесь В общем не знаю Все это необходимо заценивать Пробитие в целом Для среднего танка Нормальное Угол склонения вниз Орудия минус 7 Меня потенциально Не сильно радует Потому что на неровностях Будет явно Не сильно комфортно Выцеливать соперников Что касается Брони Если опускаете орудие Да здесь очень классно Есть очень хорошая приведенка В такой проекции В верхнем бронелисте Если прячете Нижний бронелист Который здесь картонный И по башне Понятное дело Будут здесь рикошеты Хотя опять таки Вот эти вот комбашни Они даже в такой проекции Торчат Но это необходимо Все таки смотреть На силуэт машины Непосредственно в бою Ну и короче говоря Я так понимаю Что играя на данной машине Вы будете бодро Отхватывать В нижний бронелист В верхний бронелист Где 217 приведенка Когда вы стоите прямо К своему врагу Ну и понятное дело Все вот эти комбашни В общем я так понимаю Что рандомно рикошеты Будут идти именно От башни Вот здесь вот по щекам Все В дальнейшем Ну я имею ввиду Во всем остальном Ну сомневаюсь Что будет прям совсем бодро Здесь приведенка классная Даже с учетом того Что здесь всего лишь 110 миллиметров В прямой проекции По бортам Если снимаем То здесь картон И здесь по корме Тоже особо похвастаться нечем Ну разве что башней Которая по бокам Хоть как-то где-то что-то имеет Ну короче говоря Такой типичный Стандартный средний танк Я бы не сказал Что он чем-то уникален И прям какой-то выдающийся Чем-то меня прям вообще Поразил Ну не знаю Вот разве что Вот здесь броня Ну Это дело такое Что касается Сравнения с другими машинами По другим машинам Если прям знаете Вот так вот взять палец И начать из него Очень сильно высасывать Что-либо То высосать можно Чем эта машина Кардинально отличается От других Но если этим не заниматься И честно посмотреть На данную машину То вы обратите внимание Что ДПМ Он ни вашим Ни нашим Есть ребята с гораздо Выше ДПМ Есть ребята с гораздо Ниже ДПМ То же самое касается Пробития То же самое касается Ребят Альфы Ну окей Хорошо Есть конкуренты Как говорится На рынке То есть на уровне Есть Т-34-3 Который имеет 400 единиц Альфы Есть 440 Имеет Химера Про которую я говорил И кстати обратите внимание Что у Химеры Перезарядка 13 секунд Здесь перезарядка 12 секунд Одна секунда Разницы Но 440 против 400 А это существенно На восьмом уровне Для средних танков И есть еще два товарища У которых тоже есть Альфа по 400 Это Т-44 И СТГ Всем известный Но СТГ при этом Обладает очень классным Временем сведения Очень классной точностью Да пускай у него Углы склонения Там вообще на уровне Плинтуса лежат Но в отношении Качества отстрела На дальних расстояниях Ему практически Нет равных на уровне Ну как есть Так есть Что касается Всего остального По подвижности Я бы не сказал Что прям машина Какая-то супер скоростная Поэтому сразу поставил На нее две канистры Потому что все остальные Ребята светятся Зеленым на уровне За исключением Ну буквально там Каких-то троих товарищей Что касается Ребят доходности Информации нет у меня Поэтому ее заценивать Будем исключительно По результатам боя Что касается Процента побед То на удивление Ребят Несмотря на то Что машина Вроде бы Ничем не выдающаяся И вот это Меня очень сильно интригует У машины 55% Побед Да написано 54 Но 54 93 Будем говорить честно 55% Кто еще Может похвастать Таким Есть ребята На уровне Вопросов нет Но все-таки Преобладающее Большинство Имеет ниже Проценты побед А многие Даже существенно Ниже Поэтому друзья мои Мне кажется Что в машине В этой Все-таки Что-то есть Может она И не уникальная Но наверное Чем-то она Все-таки Таким обладает Что действительно Позволяет На ней нормально Отыгрывать Что это Будем сейчас Пытаться Честно разбираться В бою Чем бой закончится Бог его знает Но в любом случае Вырезать я его Не собираюсь Из своих обзоров Потому что Снимаю исключительно Честные обзоры На технику Кстати друзья мои Я приглашаю всех вас К себе На дискорд сервер На данном Дискорд сервере Вы можете Общаться с ребятами Которые разделяют Вашу любовь к танкам Вы можете Делиться информацией И обмениваться Информацией Друг с другом Хвастаться Своими успехами В игре Также ребят Есть раздел В котором Вы найдете Новости игры Они публикуются Там сразу Как только появляются В официальных источниках И вам нет необходимости Больше искать Эту информацию В разных точках Плюс к тому Есть разделщик Там где вы можете Видеть новости канала Ознакомившись С этим разделом Вы будете знать Какие видео выходили И не пропустите Новые видосы На канале Даже если вы подписаны Порой бывает Выходят по 5 видосов В день Ну соответственно Ребят Если хотите знать Что вы пропустили Заходите на дискорд Я всегда вам рад Ну что Давайте заценивать машину У меня нет каму Покупать какой-то Камуфляж Который ей не сильно Подходит Мне не захотелось Вдруг выпадет Мне на покупку Легендарного Каму У меня на данную машинку В списке Для покупки Не было Что касается Подвижности Слушайте Ну едет она Короче Не очень хорошо Действительно Довольно унылая Это с учетом того Что я влупил Две канистры сюда Пока не очень Хорошо передвигается Существенно лучше Передвигаются Другие стэшки Есть машины Пободрее По ощущениям Едет приблизительно Как химера Вот Как химере Не хватает Немножко скорости И динамики В разгоне И в максималке Точно так же И этой машине Что касается Сведения Ну сводится Ребят Я не могу сказать Что прям совсем Но это с учетом того Что я Вот сейчас я очень Сильно удивлен Это с учетом Того ребят Что я сделал Упор Когда устанавливал Оборудку Именно на время Сведения Потому что оно было Больше 4 секунд И меня это Однозначно не устраивало И потенциально Расстраивало Что касается Точности Точность Меня сейчас Очень сильно Удивила Я сейчас Бросил Попал Комету Вполне Спокойно В его маленькую Комбашню Это действительно Было классно Что касается Времени Перезарядки Не хватает Его Немножко Все таки Ну все таки Чуть-чуть Не дотягивает Но точность Ребят Это действительно Имба Какая-то Я не могу Сказать Что на уровне Нет машин С похожей Точностью Но с уверенностью Могу сказать Что большого Количества Машин С похожей Точностью Вы на уровне Однозначно Не найдете ИС-6 Для меня Просто неприступная Скала Но голдовый Снаряд Обратите внимание Без полного Сведения Без прям Какого-то Спокойствия Как у снайпера Да там Выдохнуть И только на выдохе Стрелять Абсолютно Нормально Снаряд залетает Туда Куда мне Надо было Это действительно Крайне Классно Не знаю Спускаться Не спускаться Наверное Надо подъехать К Левчику В поддержку Нижний бронелист Блин Не попал В 57 Ладно ИС-6 Спустили вниз Я думаю Что Это очень хорошо Потому что Он не подъедет Сейчас к нам Левчик Давай я за тобой Спрячусь Брат Я больше чем Уверен Что ты уж По бронированию Меня будешь Ну все Сейчас этого товарища Я доберу Если Левчик Меня не перекроет Так Ну что Поехали Поехали помогать ИСушка Ну как же так Как же так Ты что успела Так ИС-6 Сейчас тебя Засветят Либо я тебя Сейчас засвечу Ну либо Левчик Нет Левчик Решил тебя Не отсвечивать Вот ты где Красавец Ты мой Такс Ну что Поехали Ребят Скажу Откровенно И честно Меня завораживает Точность Орудия Меня Не смущает Уже Время Перезарядки Его просто Необходимо Прочувствовать Просто понять Сколько у тебя Есть времени На то чтобы Там Позаниматься Какими-то Другими делами Сейчас Точность Немножко Подвела Не знаю С чем это Связано Возможно Это какая-то Такая Знаете Легкая Подкрутка От игры Все таки Не всегда Наши снаряды Идут даже На супер Точных Орудиях Туда Куда нам Хочется Но Ребят Обратите Внимание Бьет пушка Если сравнивать С другими Ну гораздо Точнее Выезжаем Ай Забрали Без меня Ладно Поехали Выковыряем Комета Из минусов Однозначно Скажу Это Подвижность Подвижность Крайне Крайне Унылая Если сравнивать С другими Машинами Уж тем более Учитывая то что Как я уже сказал Я поставил Две канистры Но Если привыкнуть К этой подвижности Если понять В принципе Чего от тебя Машина ожидает То очень даже Играбельно И я в принципе Теперь начинаю Понимать Почему 55% Победу Данного аппарата Я начинаю В принципе Понимать Почему Многие ребята В комментариях Просили меня Как можно быстрее Снять честный обзор Именно на эту машину Из набора Про Паттона Меня практически Не спрашивали А вот Про вот этого Товарища Про ВЗ Очень сильно просили Ну что ребят Победа И Да Пускай меня подранили Исушка мне Дала тычку Довольно не кислую На 700 с копейками Но ребят Я выжил Я был полезен в бою Я получил удовольствие От боя Для меня лично Это самое главное Чего и вам желаю Ребят Не разменивайте кайф На цифры статистики Никогда Лучше играйте там С падающей статистикой Но себе в удовольствие Чем наоборот 2780 единиц урона Я практически Ничего не делал В бою Просто стрелял На дальних расстояниях На близких расстояниях Да Я один раз косанул Не попал в 57 Но ребят Такое бывает И да Я там промахнулся По ИСушке Но опять таки Выше прошел снаряд Буквально там На какой-то считанный Миллиметр Первое место В команде по урону С существенным отрывом Потенциально Машина Очень классная Для тех ребят Которые Любят Спокойный Размеренный Геймплей На не сильно Быстрых и подвижных Машинах То есть если вам нравится Допустим Играть на такой машине Как Ну кого бы там Взять Так чтобы не голословить Давайте сейчас Откроем Веточку И посмотрим Но кто мне приходит На ум первым Наверное ребят Вот если вам нравится Плюс-минус Геймплей Ну не совсем правильное Конечно будет сравнение Но все же Если вам нравится Игра На Пантере второй Вот приблизительно Тогда эта машинка Вам однозначно зайдет Причем она гораздо Интереснее Чем проходная Та же самая Пантера Это понятно Я просто к тому Говорю ребят Что машина Очень-очень Интересная На секунду Хочу вернуться В технические характеристики И посмотреть ребят На сравнение Именно с Пантеркой Где наша Пантера вторая Так Убираем вот это вот Все Оно нам здесь не надо Я понимаю Что затягиваю время Понимаю Что дополнительное Время тратите вы Но мне очень сильно Интересно самому Да я думаю Что и вам тоже Вот Пантера Вторая И теперь смотрим У нее выше ДПМ А вот что касается Подвижности тоже Но почему-то По ощущениям Я играл реально Как на ней Я не знаю С чем это связано Ребят Но Почему-то мне Первая в голову Машина Именно эта Пришла Мой вердикт Следующий Покупать или не покупать Как обычно Решать вам Но что Хочется отметить Так это Классное Точное Альфовое Орудие Время перезарядки Которое меня Смущало На деле Ребят Оказалось Гораздо лучше Все Что касается Времени сведения То если вы Поставите Себе Соответствующую Амуницию И оборудку А я себе Поставил ее Именно вот Таким вот Образом Вы получаете Очень комфортное Как время сведения Так и точность Орудия Но вот Единственный минус Действительно Такой существенный Это ее Скудная Подвижность Но опять-таки К ней можно Привыкнуть Вот такая вот История Про WZM 122TM Если вы За абсолютно Честные Обзоры С критикой Техники В тех местах В которых Она действительно Проседает Обязательно Подписывайтесь На канал Ставьте лайк Остаем Жмите на колокольчик Чтобы не пропустить Новое видео И как я уже сказал Обязательно Забегайте на Дискорд сервер Регистрируйтесь там Потому что там Будет стекаться Максимум информации Полезной И интересной Для вас На данный момент У меня все Всех благ Всего хорошего Мира Друзья мои И обязательно Спокойствия Пока-пока